Эдуард Мейерович, добрый день. Давайте начинать. Добрый день. Давайте. Сегодня у нас вебинар на тему пожарная безопасность и нормативные требования по молниезащите. Лектор, признанный эксперт в области молниезащиты и заземления, профессор Эдуард Мейерович Базилян. Напомню, что следующий вебинар у нас запланирован на 7 ноября. Тема у него «Будущее молниезащиты. Оптимистический вариант». Ссылочка на регистрацию будет в чате. Обязательно регистрируйтесь, не пропускайте следующие мероприятия. Также напомню, что у нас проходит серия вебинаров по геймпроектированию. Вебинар из этой серии, следующий, состоится 17 сентября, то есть через неделю, также в среду в 11 часов. Кто еще не зарегистрирован, также ссылочка в чате. Регистрируйтесь. Скажу, что узнавать о новых мероприятиях вы можете также в наших группах в социальных сетях. Например, в Facebook и ВКонтакте. Ссылки на них в чате. Добавляйтесь в соцсетях, либо регистрируйтесь на сайте, не пропускайте актуальные события. Несколько организационных моментов. Наш вебинар продлится 70-90 минут, в зависимости от вашей активности и количества вопросов. Со своей стороны призываю вас быть активными, задавать вопросы, писать в чате. На вопросы мы будем отвечать в конце вебинара. Если будут вопросы в чате, на которые мы сможем ответить в текущем режиме, то есть я буду писать вам ответ. Но основные вопросы будем отвечать в конце вебинара. Вопросы желательно писать во вкладке «Вопросы». В чате есть две вкладки. Вот во вкладке «Вопросы», пожалуйста, вставляйте вопросы. И указывайте, к какому слайду или какой фразе лектора они относятся. Еще скажу, что обязательно будет видеозапись вебинара. С предыдущим вебинаром были проблемы, технические проблемы с записью, но мы с этим справились и буквально пару дней назад выложили записи на сайт и на наш YouTube-канал. Поэтому, кто не видел, сходите, смотрите. Запись уже есть. Также и к этому вебинару будет запись. Возможно, не так быстро, но надеюсь, что в этот раз 2-3 дня, как обычно, на сцене. Все, на этом вступительная часть завершена. Передаю слово лектору Эдуард Мейеровичу. Добрый день, добрый день. Вот с чего я хочу начинать. Мне очень хочется ответить на все ваши вопросы. Но очень часто те вопросы, которые мне задаются, для меня абсолютно непонятны. Ну, например, вопрос такого сорта. Можно ли ставить УЗИП класса 2 на систему XYZ-128? Но из-за того, что я систему XYZ-128 никогда в жизни не видел и не слышал, и даже не знаю, что это такое, я, естественно, конкретно ответить на такой вопрос не могу. И таких вопросов мне задают достаточное количество. Если вы задаете вопрос, там должны быть исходные данные для того, чтобы человек мог сделать конкретный и полезный для кого-то ответ. Вот большая просьба к этому. Теперь по поводу того, чем мы будем заниматься сегодня. Мы, в конце концов, вернулись к исходу молниезащиты. Молниезащита начиналась с пожарной безопасности. И наш с вами великий Михаил Васильевич Ломоносов написал такие слова, что, зная правила, изысканное стеклом, мы можем отвести от храма наших гром. Ну, под словом «стекло» имелось в виду электрофорная машина, которая в то время была единственным источником высокого напряжения. Конечно, Михаил Васильевич был большим оптимистом, потому что сегодня мы, имея генераторы на много миллионов вольт, всё-таки целиком отвести от наших храмен молнию не можем до сих пор. И вопросы есть, и эти вопросы достаточно серьёзные. И какую-то часть этих вопросов я сегодня постараюсь затронуть. Тем более, что пожарные были всегда нашими заклятыми друзьями. Они требовали от нас достаточно многих вещей, которые не всегда можно было сделать. И, кстати сказать, не всегда они оказывались удачными. Ну, это из-за того, что и они, и мы не всё знали о молнии. Насколько часто это явление вы видите из того слайда, который сейчас на экране? Примерно 3-4 удара на квадратный километр в год – это то, что делает молния на Земле в том месте, где находится наша Российская Федерация. Токи средние. Ну, примерно 30 киломпер. Максимальные токи – это 200 киломпер. При таких токах температура канала молнии никак не меньше, чем 30 тысяч градусов. И вот, говоря о такой совершенно сумасшедшей температуре, я должен сказать, что молния не такой уж хороший поджигатель. Молния работает по принципу, знаете, вот сама режет, сама давит, сама помощь подаёт. Потому что, создавая сумасшедшую, совершенно звуковую ударную волну, молния сметает практически все продукты горения с той точки, куда касается её канал. И поэтому молния не очень хороший поджигатель. Она вообще бы ничего не поджигала, если бы молния не была многокомпонентной. Но примерно 85% молнии содержат несколько компонентов, которые могут идти по одному и тому же каналу. Вот в паузах между компонентами ток молнии очень маленький. Но это очень маленький с позиции молнии. Потому что ток в межкомпонентную паузу – это примерно 100 ампер. В результате канал остывает. Но остывает он до температуры примерно 60 градусов. То есть это температура дуги сварочного аппарата. А вот здесь уж ударной волны нету в межкомпонентную паузу. Вот именно по этой причине молния всё-таки поджигает. Ну а то, что ударная волна существует, и она достаточно серьёзная, это ударная волна, об этом говорит опыт эксплуатации авиационной техники. Потому что авиаторы очень хорошо знают такой термин, как помпаж двигателя. Когда ударная волна от молнии, ударившей в воздухозаборник самолёта, проходит сквозь турбину, выносит все продукты горения, и турбина просто останавливается в результате этого дела. Вот такая ситуация, она достаточно типична. Правда, я не хочу, чтобы вы сделали такой вывод, что не надо летать на гражданских самолётах. На гражданских самолётах помпажа двигателей практически не бывает никогда, потому что двигатели спрятаны на пилонах крыльев, и туда молния, как правило, никогда не добирается. Помпаж двигателей – это прерогатива военной авиационной техники. Но вот то, что молния может погасить, то, что она сама зажгла, это голый факт, и с этим приходится, хотим мы или не хотим, сталкиваться, и это, к счастью, в нашу пользу. Теперь, ну, нормированные параметры молнии вы хорошо знаете, и они нормированы таким образом, что даже для третьей и четвёртой категории молниезащиты у вас расчётный ток, на который надо ориентироваться, – это 100 кА. Кстати сказать, 100 кА – это ток молний, количество которых не больше, чем 5%. Заряд, который переносит такая молния, это примерно 150 кулон, и, ну, удельная энергия – это примерно 2500 кДжоулей, делённая на Ом. То есть энергия, которая располагает даже очень средненькая, слабая молния, она, в общем, достаточно приличная. Теперь, вот, что же несёт с собой молния по энергии? По энергии молния несёт с собой, надо потенциал между уголком и Землёй помножить на заряд, который переносится молнией. Этот потенциал никак не меньше, чем 100 миллионов вольт. Заряд никак не может достигать примерно 300 кулон, и в результате этого молния несёт в себе энергию, которая вот приближается к 10 тысячам киловатт-часов электроэнергии. Вообще-то не так много, потому что если вы возьмёте квартиру дома, в которой большинство из нас живёт, то там этого хватит, ну, примерно на полтора года освещения этого дома электроэнергии. Но, к счастью, эта энергия распределяется в пространстве между уголком и Землёй, и поэтому эту энергию никак нельзя считать, учитывать для того, чтобы рассчитывать какие-то термические воздействия молнии. Это было бы большой ошибкой, если вы возьмёте вот эту энергию и начнёте считать, что будет с проводником от этой энергии, как расплавится какой-нибудь металлическая стенка от этой энергии, какие воздействия технические и механические могут быть от этой энергии, это будет большая ошибка, потому что молния эту энергию распределяет во всём пространстве между облаком и Землёй. А вот энергия, которая идёт на опасные вещи, вот эту энергию давайте мы сейчас и будем с вами считать. Первое дело – это термический нагрев проводников. Речь идёт о том, что у вас ток заданной величины течёт по проводнику, у которого есть определённое сопротивление, и в результате этого выделяется энергия, равная квадрату тока, умноженной на сопротивление проводника и на время протекания этого крудника. Если вы возьмёте всю эту энергию и сориентируетесь, например, на обычный стальной проводник, у которого есть определённая теплоёмкость и определённое удельное сопротивление, то получится примерно следующая вещь. Если мы будем считать на сталь, а всё-таки подавляющее большинство токоотводов – это стальные токоотводы, если мы будем считать на сталь нормированного сопротивления 50 мм квадратных, то получите следующую вещь, что при максимальной энергии, которую может выделить молния в этом проводнике, у вас перегрев составит примерно 110-115 градусов. Всего-навсего. Теперь, если вы начнёте ловить блох и начнёте говорить, что, ну, что же вы такой расчёт провели? Я знаю, что у стали с нагревом удельное сопротивление повышается. И ещё я знаю, что у стали из-за того, что существует скин-эффект, в какое-то время ток течёт только почти по тонкой внешней поверхности проводника. Вот если я всё это в кучу свалю, то у меня получится, что один проводник может перегреться до температуры примерно, ну, 220-230 градусов. Один. Но запомните такую простую вещь, что на самом деле один токоотвод не бывает никогда, потому что по всем нашим нормам нужно иметь как минимум два токоотвода. И поэтому та энергия, о которой мы сейчас толкуем, она распределяется между как минимум двумя токоотводами. Что получится в результате? Вот у меня была невероятная дискуссия, очень интересная. с одним представителем одной фирмы, который говорил примерно такие слова. Вот есть на рынке продукции, молниезащитной, есть держатели для токоотводов. Эти держатели для токоотводов фирма изготавливает из полипропилена. Это преступление покупать и делать такие токоотводы. Потому что токоотвод разогреется, токоотвод расплавит этот самый несчастный полипропилен, и в результате этого дела у вас получится аварийная ситуация и, скорее всего, пожар. Из-за того, что это было на новогодних каникулах, у меня под рукой была свечка. И вот я, разогрев дома до температуры 100 градусов, токоотвод положил его на эту свечку. Результат, вы видите, вот на этом самом полокате, вот у вас появился какой-то следик в стерильной свечке. Больше ничего не произошло. После этого я взял электрическую печку и на этой печке нагрел токоотвод до температуры 225 градусов. Это та предельная температура, на которую можно ориентироваться. Сунул туда токоотвод, вот, видите, вот его сунул, подержал, пока он остыл, вытащил даже потемнение вот этой самой полипротиленовой штуки не было. То есть говорить о том, что пожар может произойти из-за того, что токоотводы перегреются, на это ориентироваться очень трудно. Тем не менее, пожарные требования таковы. Токоотводы не должны соприкасаться с поверхностью каких-то отделочных материалов, которые могут загореться. Вот это требование. И от этого требования никуда не уйдёшь. Вот под кирпичную кладку можно прятать токоотводы, а вот под вагонку или сайтинг пожарные запрещают это делать категорически. Хотя ситуация, вот видите, вот такая. Но обойти требования пожарной безопасности, к сожалению, мы здесь не можем. Есть вторая ситуация, более жёсткая, которая связана с тем, что токоотвод, по которому идёт ток молнии, у вас может быть не сплошным. Он может иметь соединение при помощи сварки, тогда это всё равно, что сплошное соединение, но может быть соединение контактное, болтовое. Сегодня эта ситуация вполне реальна, потому что болтовые соединения всё больше и больше проходят молниезащиту. Наши российские требования такие, что переходное сопротивление болтового соединения должно быть не больше, чем 0,05 Ома. Наверное, это соединение 0,05 Ома не слишком благополучное, потому что если я возьму и посчитаю, что получится в этом соединении, то смотрите, если я возьму контакт в 0,01 Ома и посчитаю энергию, которая здесь выделяется на максимально сильную молнию, то получится, что в этом соединении выделится примерно 100 кДж. 100 кДж может нагреть проводник длиной, ну, весом, массой, вернее, примерно в 200 грамм примерно до 1000 градусов. Вот 1000 градусов это уже опасно. И здесь стоит побеспокоиться о том, а что нужно в такой ситуации делать. В Европе на этот счёт есть более жёсткие требования. В Европе болтовые соединения допускаются только в том случае, если у вас переходное сопротивление болтового соединения или какого-нибудь другого зажима не меньше, чем 0,003 Ома. И эти 0,003 Ома должны выполняться в том случае, если это соединение не просто находится на открытом воздухе, а находится на открытом воздухе в загрязнённой атмосфере кислотными и сернистыми соединениями. Вот если мы пойдём на такие нормы, то тогда температура ни в коем случае не превысит примерно 300 градусов. И тогда надеяться на то, что у вас произойдёт пожар при соприкосновении с какой-то обшивкой, маловероятен. Ещё одна вещь. Ещё одна вещь вот какая. А вот если у вас канал молнии непосредственно контактирует с какой-то горючей поверхностью. А в этом случае что выделяется? Вот расчёт, который делается здесь, он примерно следующий. Выделяется энергия, которая падает на приэлектродное падение напряжения. Это приэлектродное падение напряжения для большинства металлических поверхностей это всего лишь 10-12 вольт. И вот если вы эти 10-12 вольт умножите на заряд, который через эту поверхность протекает, то получится, что у вас будет выделяться вот определённое количество энергии. Вот примерно 3000 джоулей. На что это годится? Это годится на то, чтобы расплавить приблизительно 3 грамма металла, если этим металлом является сталь. Вот перед вами фотография, на которой вот видите, это наконечник флагштока Останкинской телебашни, который мы сняли в своё время для того, чтобы посмотреть, как он пострадал от молнии. Это то, что вы видите на экране, это примерно картинка в масштабе 1 к 1. и размеры проплавлений здесь вот такие, диаметр примерно около до сантиметра, глубина, ну, примерно 1-1,5 миллиметра. Вот поэтому в молниезащите во всех нормативных документах без исключения существует и записано такое правило. Если у вас есть поверхность толщиной в 4 миллиметра для стали, то эта поверхность ни при каких обстоятельствах не проплавится насквозь и не перегреется с внутренней стороны. Такую поверхность можно считать абсолютно безопасной для удара молнии. Ток молнии распределится по этой поверхности и ничего не произойдет. Ну, хорошо. А вот если эта поверхность тонкая, ну, представьте себе, что у вас металлочерепица. Разрешается эту металлочерепицу по существующим нормам применять в качестве молниеприемника, если ее толщина не меньше, чем полмиллиметра. такую металлочерепицу молния пробьет, расплавит обязательно. И у вас на обрешетку, которая есть под этой черепицей, у вас попадет примерно ну, 3-2 грамма расплавленного металла. Поэтому нормы говорят о следующем. Вы можете металлочерепицу допускать в качестве молниеприемника, если под ней обрешетка является негорючей, на которой лежит эта черепица. Я очень долго допытывался у пожарных, а какую обрешетку считать негорючей. Вот у нас в России, особенно в индивидуальном строительстве, это, как правило, металл. Люди редко жалеют деньги на то, чтобы пропитать этот металл соответствующим антигорючим составом для того, чтобы устранить возможность поджига. Скажите мне, пожалуйста, после такой обработки можно считать эту самую обрешетку негорючей? Вот здесь мнения расходились ну, невероятным образом. И однозначного ответа от пожарных я так и не мог добиться. Но из-за того, что я сам живу в таком деревянном доме закрытым, и дом это очень старый, и построен он был еще полсотни лет тому назад, я полез к себе на чердак и посмотрел, что у меня там валяется, и понял. Понял простую вещь, что если металл у меня на этот хлам упадет, то пожар будет неизбежен. Потому что чего только туда за эти 50 лет на этот чердак не затащили. Поэтому у меня к вам следующий совет. Если вы решаете вопрос о том, как защищать дом, у которого есть крыши из металлочерепицы современные, или из профильного металлопрофиля нынешнего, у которого толщина немногим больше, я вам не советую допускать того, чтобы молния попадала в эту самую кровлю. Ставьте молнии отвода и защищайте эту поверхность от прямого удара молнии. С какой надежностью ее надо защищать, я вам могу сказать примерно. Вот смотрите, если вы не заслуженный или ненародный артист Российской Федерации и строите обыкновенный себе дом, вряд ли он будет высотой больше, чем 10 метров. И поэтому вряд ли ваш дом попадет больше, чем один удар молнии за 30, а то и за 50 лет. Если вы устроите надежность защиты молнииотводами и примете надежность в одну девятку, то есть самый простой молнииотвода, какой только можно поставить. У вас опасное воздействие будет один раз в 300, а то и в 500 лет. Самому никому из нас столько не прожить, а для потомков, но Бог не выдаст свиней и не съест. Поэтому вот такова ситуация, с которой вам придется иметь дело, имея в виду пожарную безопасность. вот теперь давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Вот что о чем теперь приходится говорить. Пожарные говорят, что для объектов взрывы и пожар опасных ни в коем случае нельзя устанавливать молнииотводы на этом самом здании. Нужно использовать защиту отдельно стоящими молнииотводами. Мы еще вернемся к этому вопросу с нескольких других позиций, а сейчас я хочу вам сказать вот какую вещь. что считают отдельно стоящим молнииотводом. Если вы полезете в инструкцию РД34, то вы увидите, что отдельно стоящим молнииотводом считается молнииотвод, который по воздуху и по земле удален от конструкции защищаемого объекта на расстояние в несколько метров. Там это расстояние нормируется в зависимости от высоты объекта, но речь идет о расстоянии в 3-5 метров. Считается такая вещь. Считается, что если я молнииотвод отодвину там на 5, ну скажем, или на 10 метров, то это наверняка отдельно стоящий молнииотвод, он устраивает пожарных и ток молнии от него никаким образом не попадет к объекту. Мы разбирали уже этот вопрос не один раз. На самом деле, при ударе в молнииотвод молнии от ее заземляющего устройства, а заземляющим устройством молнииотвода, как правило, является его фундамент, пойдет скользящий искровой канал. И этот скользящий искровой канал, неся температуру примерно в 6000 градусов, может иметь длину в хорошие десятки метров. Особенно, если это высокоомные грунты, ну, примерно там 500 омометров или 1000 омометров, и тогда у вас такой канал спокойно, спокойно доберется до вашего объекта и вызовет то, что горючие элементы, которые будут соприкасаться с этим каналом, наверняка загорятся. Я не один раз уже говорил о подобных ситуациях. Я приводил вам пример, например, разлета реактивных снарядов из-за удара молнии, которые разлетались после того, как молния ударяла в молнии отвод, потом ее ток формировал канал, канал этот проходил расстояние примерно в 20 метров, попадал в ящики с реактивными снарядами, и их запальные устройства срабатывали, и снаряды эти уже разлетались. Поэтому не принимать во внимание вот такую ситуацию при проектировании молнии защиты ни в коем случае нельзя. Я вам говорил и о том, как защищаться от таких каналов. Предлагаю положить в землю замкнутый контур, который ограничивает опасную территорию. Канал дойдет до этого металлического контура, ток молнии рассечется по каналу и развитие канала прекратится. Еще одна вещь, которая представляет собой опасность. Это вещь поджиг горючих выбросов, которые выбрасывают дыхательные клапаны резервуарных парков. самого различного назначения. У нас в РД-34 благодаря пожарным было записано жесткое такое требование. В зону защиты молнииотвода, который защищает резервуар, должна вот в эту зону входить не только сам резервуар, но он должен входить и зона выброса горючих газов. Обязательно. Это требование с чем связано? Да очень простой вещью. Если эта горючая смесь соприкасается с высокотемпературным каналом молнии, она вспыхивает, пламя проникает в резервуар и с резервуаром становится примерно то, что показано вот здесь вот на рисунке внизу. Вот только понимаете какая вещь? Только вот эта фотография, которую я привожу, она получена в месте, где никакого грозового деятельности никакой не было. Над территорией этого резервуарного парка никогда в момент пожара не возникали разряда молнии. Это факт очень жёстко зафиксирован и он не вызывает сомнений. Тем не менее, пожар произошёл и его последствия перед вами. За счёт чего может возникнуть такой пожар? Совершенно не обязательно, чтобы молния ударяла вот сюда в этот самый резервуар. Вполне достаточно вот какой вещи. Вот у вас дыхательный клапан. От дыхательного клапана навстречу каналу молнии может развиваться встречный искровой разряд. Какая должна быть длина у этого канала, чтобы он зажёг взрывы или пожароопасную смесь. Возьмите в руки свою зажигалку электрическую, если вы курите к несчастью. И посмотрите, какая там искра. Искра длиной в 2-3 миллиметра в состоянии зажечь эту самую взрывоопасную смесь. И вот что делать-то теперь? устранить все такие каналы это первое, что приходит на ум. И тогда проблема пожароопасности будет решена. Но вот какая вещь. А какие искры зажигают, а какие искры не зажигают? Первый вопрос, который можно было бы здесь сказать, он простой ответ. Да все наверное искры зажигают, если вот такая маленькая 2-х или 3-х миллиметровая искра зажигает. И вот ответ на этот вопрос оказывается совершенно неоднозначным. Потому что искра в зажигалке действительно зажигает. И это значит, что ее температура достаточно высокая. Но ионизационные процессы, которые могут возникать в реальных условиях, могут иметь длину в десятки сантиметров. И тем не менее, их температура не превысит даже на 100 градусов окружающую среду. Так и стримерные разряды известны специалистам, и они только совсем недавно попали в поле зрения специалистов по молниезащите и пожарных. И пожарные стали задавать такой вопрос, а каким условием должна удовлетворять вот такая маленькая искра для того, чтобы она зажигала? Вот, к сожалению, сегодня однозначного ответа на этот вопрос не существует. Я знаю, что люди занимаются такими вопросами, ведут эксперименты и во всяком случае далеко не все искры представляют опасность. И вот, пока этот вопрос однозначно не решен, не решен и другой вопрос. А какие средства защиты нужно иметь для того, чтобы устранить вот такие разряды с дыхательных клапанов? Вот конструкция дыхательного клапана, видите, она очень сложная, на нем есть места малого радиуса критизны, на нем есть места, с которых могут возникать встречные разряды в грозовой обстановке. Так вот, какие эти самые разряды должны быть для того, чтобы они были опасными? Сегодня на этот вопрос я вам ответ дать не могу, хотя я очень внимательно слежу за той работой, которая в этом отношении сегодня делается. Единственное, что я вам могу сказать, это вот какую вещь. если вы хотите, чтобы у вас не поджигались горючие выбросы, вы сегодня сделать практически ничего не можете. Потому что какие бы экраны вы не накладывали вот на такие дыхательные клапаны, у вас все равно будет опасность того, что где-то там ионизация произойдет, хотя бы из-за того, что там сядет птичка и подымет голову кверху. И тем самым усилит электрическое поле. Понимаете? Поэтому выход один плюнуть на взрывы и поджиги этих горючих клапанов, горючих газов и делать вот какую вещь, делать следующую вещь, чтобы вот это самое горючая горящая волна ни в коем что же он меня не берет ни в коем случае не проникло во внутренний объем резервуара через дыхательный клапан. Решение этого вопроса не в молниезащите сегодня. Решение этого вопроса в том, чтобы система огнепреграждения не давала возможности проникнуть пламени из внешней поверхности во внутренний объем резервуара. Нужно иметь надежную систему огнепреграждения. И именно такой путь позволит вам вообще отказаться от молниезащиты, связанной с пожароопасностью. Потому что вспыхнет это пламя, погаснет и все, если оно во внутреннее попадет. Такие решения существуют в целом ряде стран. В том числе, например, в Соединенных Штатах. Там просто не существует молниезащиты в том смысле, чтобы устранить взрывы дыхательных выбросов. Работает надежная система огнепреграждения. Нам надо побеспокоиться именно об этом. Потому что другого подхода сегодня к этому моменту, к этому у нас пока, к сожалению, нет. Ну а теперь нормативные требования. нормативные требования РД-34 я вам уже проговорил. Это отдельно стоящие молнииотводы, которые в общем ни от чего не защищают. Кроме того, включение в зону защиты газовых выбросов тоже ни от чего не защищает. И наконец защита от занос высокого потенциала по коммуникации, который тоже не работает. Что же касается норматива СО-153 2003 года или даже стандарта МЭК, то там вообще нет совершенно никаких требований. Абсолютно никаких, понимаете? Совсем никаких. А вот теперь что же все-таки мы можем сделать для того, чтобы улучшить обстановку с позицией пожароопасности. Первая вещь, которую мы можем сделать и о которой мы уже говорили абсолютно не один раз, это использовать систему многократных молниотводов. Потому что система многократных молниотводов позволяет добиться высокой надежности защиты при относительно небольшой высоте молниотводов. Вот я вам привожу такой пример. Я, кстати, его уже на каком-то вебинаре приводил. Вот у вас есть здоровейнейший резервуар. Так. Высотой в 27,5 метров. Диаметр этого резервуара 100 метров. Вот стоят 4 стержневых молниотвода. У этих стержневых молниотводов высота всего по 40 метров. Если построить зоны защиты этих молниотводов так, как это требует нормативные документы, то это будут вот эти узкие полосочки. Все остальное пространство окажется по зонам защиты незащищенным. Но если вы используете программное обеспечение, о котором говорится в СО-153, то окажется, что весь этот резервуар защищен с надежностью в 2,9 относительно невысокими молниотводами. Почему я настаиваю на невысоких молниотводах? Потому что если молниотводы будут большой высоты, они будут притягивать к себе разряды молнии. А притягивая эти разряды молнии, они спровоцируют незавершенные разряды, которые могут поджечь эту смесь. И самое главное спровоцировать электромагнитные наводки, которые уничтожат всю автоматику пожаротушения. вот если вы беспокоитесь о том, чтобы у вас автоматика пожаротушения работала, а опыт показывает, что она очень часто не работает из-за того, что удаленные грозовые воздействия выводят из строя микропроцессорную технику этой автоматики. И в результате у вас объект оказывается незащищенным. Так поэтому первая вещь, которую вы должны делать, вы должны сделать молнииотводы минимально возможной высоты. И тогда у вас опасное количество опасных воздействий уменьшится. Вы перестанете тянуть на себя удар молнии. Снижение высоты молнииотводов это всегда улучшение условий пожароопасности. Второй момент я уже говорил об отдельно стоящих молнииотводах. Вот предписания пожарных запрещают ставить отдельно стоящие молнииотводы опять я потерял стрелку а вот они запрещают ставить стоящие молнииотводы на крышу взрыва и пожароопасных зданий они требуют вот такой установки. А вот теперь давайте посмотрим от чего спасает или не спасает вот такая установка. Вот у вас расстояние от молнииотвода до внутреннего объема где находится пожароопасная ситуация это расстояние ну не больше чем 10 метров. когда у вас молния ударяет молнииотвод и ток молнии течет по молнииотводу здесь внутри этого объекта возникает магнитное поле. Это магнитное поле создает ДС магнитная индукция о которой мы говорили на предыдущих семинарах и в результате этого дела в искровых промежутках вот здесь возникают искрения которые подымают всю эту штуку на воздух. С этих позиций установка отдельно стоящего молнииотвода не отдельно стоящего молнииотвода а молнииотвода на кровле здания даже выгоднее. Вот по какой причине. У вас теперь есть как минимум два токотвода по которой уходит ток молнии в землю. Если вы посмотрите на правила правого буравчика на магнитного потока то магнитный поток от правого и от левого токотвода имеет противоположную направленность. Они вычитаются один из другого. В результате у вас внутри магнитное поле ослабляется а на оси этого объекта оно даже становится равным нулю. Так вот увеличивая количество токотводов вы можете очень сильно уменьшить магнитное поле внутри взрывоопасного помещения и в результате этого дела вы можете уничтожить или очень сильно сократить опасность искрений от электромагнитных наводок. Поэтому увеличивая число токотводов вы тем самым очень сильно ослабляете опасность электромагнитных воздействий и в результате этого дела у вас опять не могу поймать стрелку господи ну это что же такое аго и в результате этого дела у вас облегчается условия по пожароопасности во взрывоопасных помещениях. Увеличение количества токотводов это всегда крайне благоприятная вещь. Теперь о молнии защите кровли зданий. Вот самая типичная система молнии защиты это сетка на кровле здания. Мы об этой сетке говорили уже не один раз. В документе RD34 написано что сетка используется с ячейками 6 на 6 метров если это объект второй категории молнии защиты или сетка с ячейками 12 на 12 если это третья категория молнии защиты. Эта сетка кладется поверх какого-то покрытия на кровле если оно горючее а если это покрытие негорючее то оно может класться под это самое покрытие вот какие требования написаны в документе RD34 вот теперь давайте думать пусть у нас покрытие горючее и мы поверх этого покрытия положили сетку по представлениям пожарных считается что молния может ударить только в эту самую сетку а покрытие под которым лежит железобетонная плита она попасть не может это полнейшее недоразумение сетка положенная на горючее покрытие ни в коем случае не защищает его от ударов волнья такого просто не происходит откуда взялась вообще сетка и для чего она эта сетка делается если вы внимательно посмотрите на документ RD34 то вы увидите следующую вещь что сетка применяется для защиты диэлектрических покрытий под которыми находятся или люди или какое-то оборудование если у вас железобетонная кровля то использование сетки вообще не дает абсолютно никакого эффекта и именно это обстоятельство никак до сих пор используется в практике молной защиты мы упорно продолжаем проектировать здания сеткой которые укладываются на железобетонное перекрытие кровли зачем этого не знает никто вот понимаете какое дело я понимаю что я не могу призывать вас вот к чему ребята не кладите сетку пустое дело если вы меня послушаете вы будете иметь тучу неприятности по той простой причине что придет гостехнадзор увидит что сетки нет и заставит вас эту сетку положить поэтому делать этого нельзя но если у вас действительно здание кровлю которого вы хотите защитить она действительно пожароопасна или она дорого стоит и ее повреждать нельзя тогда кроме сетки ставьте на этой кровли стержневые или тросовые молниотводы мы об этом говорили тоже несколько раз я хочу на правду чихнул я хочу хочу повторить это еще раз но рассчитывать только на сетку для того чтобы защищать какое-то диэлектрическое покрытие лежащее на железобетонных конструкциях это абсолютно бесполезная вещь делать этого нельзя ну делать искробезопасные молниотводы такая идея была у нас у самих но идея на мой взгляд провалилась потому что вы можете сделать искробезопасный молниотвод но у вас искровые разряды будут развиваться от других металлических обстроек здания и это вам ровным счетом ничего не даст поэтому эта идея высказанная нами самими она на мой взгляд мало перспективна а вот использовать тросовые молниотводы вместо стержневых особенно на взрывы и пожароопасных объектах вот эта вещь достаточно перспективная она достаточно хорошая вот по каким причинам вот посмотрите что получается если вы берете тросовый молниотвод преимуществ у вас несколько первое преимущество если у вас есть тросовый молниотвод хотя бы один у этого тросового молниотвода есть две опоры а если у него есть две опоры то ток молнии растечется по одной опоре и по другой опоре и это значит на каждом заземлителе ток упадет в дважды в два раза он станет в два раза меньше и от этого в два раза короче станут те искровые каналы которые от заземлителя этих опор текут это первый момент второй момент я могу сделать следующую вещь я могу сделать ориентированный заземлитель направив его в сторону от взрывоопасной территории и тогда у меня искровой разряд пойдет в безопасную сторону и вот это распространение разряда в безопасную сторону очень резко снижает вероятность пожара и наконец есть третий момент при прочих равных условиях тросовые молнииотводы дают более эффективную защиту чем стержневые особенно если у вас есть система многотросовой молниезащиты которая обладает экранирующим эффектом за счет заряда корона которая от нее возникает вот это все в совокупности дает очень большие преимущества тросовым молнииотводам если вы защищаете взрывы и пожароопасные объекты в первую очередь речь идет о резервуарных парках вот там тросовые молнииотводы это безусловно очень большое преимущество заземление молнииотводов взрывоопасных объектов вот на этот счет в той нормативной базе о которой я вам уже говорил нет вообще ни единого слова но если вы покопаетесь в нормативных документах тех производств которые занимаются добычей переработкой и транспортировкой углеводородных топлив например нормативные документы Газпрома то в этом случае норма 10 Ом для объектов первой и второй категории норма в 20 Ом для объектов третьей категории но эти нормы опять-таки прослаблены они прослаблены вот чем если у вас грунты высокоомные если удельное сопротивление грунта больше чем 500 Ом метров то вот эти цифры начинают ползти вверх и ползут они вплоть до двукратного значения конечно это лучше чем ничего конечно хорошо что вы уменьшаете сопротивление заземления уменьшая тем самым длину искровых каналов которые идут по поверхности грунта и обеспечиваете еще одновременно и безопасность людей снижая напряжение шага и прикосновения конечно это хорошо но кардинального эффекта добиться снижением сопротивления заземления нельзя потому что все равно остается опасность поджига взрывоопасных смесей над резервуарными парками и если вы не сделаете надежную систему огнепреграждения вы все равно задачу пожаробезопасности не решите она упирается напрямую и никуда от этого деться невозможно она упирается напрямую в систему огнепреграждения ту самую систему на которой у нас в нашей стране вообще говоря относится наплевательски по моим представлениям теперь еще один момент сейчас я найду только опять эту проклятую стрелку еще один момент который связан уже с использованием УЗИПов вот где УЗИПа позволяют решать проблему пожарной безопасности одно время на территории Российской Федерации а еще больше по непонятной причине на территории Белоруссии происходили такие вещи существуют газораспределительные пункты ГРШ которым подходит труба газовая высокого давления а дальше от этой трубы от этого газораспределительного устройства давление газа понижается и по трубам передается потребителям ну например в частные дома вот эти вот газораспределительные пункты ГРП они очень часто горели от удара молнии как это происходило происходила следующая вещь трубы высокого давления защищаются от коррозии электрохимическими устройствами то есть на эти трубы подается постоянное напряжение для того чтобы не перегружать эти источники химической защиты трубы низкого напряжения не защищаются и поэтому в местах где труба высокого давления подходит газораспределительному устройству стоит паранитовая изолирующая шайба которая не позволяет току химической защиты проникать в сеть низкого напряжения что получается когда молния проникает в трубу высокого давления она доходит до этой самой изолирующей паранитовой шайбы перекрывает эту шайбу а шайба паранитовая газогенерирующая в результате происходит возгонка пластического материала возникает высокое давление и эта самая прокладка прорывается и из трубы высокого давления вырывается газ который тут же и поджигается этим самым разрядом молнии от газораспределительного пункта остаются только недогоревшие железки что надо делать надо обеспечить соединение между трубой высокого давления и трубой низкого давления но это соединение должно работать только при появлении высокого напряжения связанного с распространением тока молнии вот для этой цели ставится УЗИП взрыво безопасного исполнения который не позволяет осуществить пробой паронитовой прокладки более чем простроя вот такое устройство дает очень положительный эффект вот точно такие же вот точно такие же УЗИП стоят и в местах где нужно изолировать трубопроводы с помощью этих прокладок на перекачивающих пунктах здесь снова стоят УЗИП вот они взрыво безопасном исполнении и задача становится решенной ну вот еще один вариант это вариант такой когда у вас нужно на трубы сделать для того чтобы поставить УЗИП приходится ставить хомуты хомуты эти снова делаются во взрыво безопасном исполнении здесь ставится УЗИП и в результате этого дела у вас исключается возможность пробоя паранитовой прокладки а следовательно и взрыва выброшенного газа во внутренний объем этих устройств вот поэтому теперь применение вот таких искробезопасных УЗИПов это очень хороший путь для устранения возможности пробоя в том объеме который должен исключать прорыв газа во внешнее пространство и вот использование таких УЗИПов это очень эффективное средство оно полностью исключает опасность каких бы то не было взрывов и пожаров ну стоимость вы знаете последняя разработка которую я видел такого устройства это было устройство на 200 киломампер я не очень уверен что во всех случаях надо применять УЗИПы с пропускной способностью в 200 киломампер потому что вероятность появления такого тока это примерно 0,1% а если учесть что у вас молния это ударит не рядом с пунктом а где-то по этой трубе и часть этого только успеет растечься поэтому конечно наверное можно ограничиться поставив УЗИП на ток 100 киломампер причем эти УЗИПы несколько дешевле вот по какой причине они дороги из-за искробезопасного исполнения зато этим УЗИПам не нужно делать устройство ограничение сопровождающего тока потому что сопровождающего тока там нет если не считать мезерный ток короткого замыкания который дает вот это устройство химической защиты это ток причисляемый но в лучшем случае пара десятков ампер и такие устройства не так уж дороги и поэтому использование таких устройств я считаю это вполне приемлемая вещь вот наверное я на этом и закончу и если у вас есть вопросы я с большой охотой постараюсь на них ответить а если я не отвечу на какие-то вопросы то будем действовать старым методом давайте отправляйте их все они попадут ко мне и на все на которых у меня хватит силы и умения я обязательно отвечу как у нас Анатолий есть у нас вопросы да Эдуард Мирович есть давайте возможно вы уже частично ответили но Сергей Алексей вернее уточняет какого класса УЗИПа нужно ставить между трубами высокого и низкого давления я еще раз отвечу следующую вещь вот обратите внимание на вот какую штуку в принципе в принципе ток который попадет в этот самый УЗИП может быть током до 200 киломпер вероятность появления такого тока еще раз повторяю примерно одна десятая процента и то это будет в том случае если удар молнии произойдет непосредственно перед газораспределительным пунктом а если он произойдет на некотором расстоянии от газораспределительного пункта скажем на расстоянии всего в 100 метров то доберется туда ну в лучшем случае процентов 20 30 тока не больше поэтому если жалко денег и если не хочется ставить дорогое оборудование я думаю вполне можно ориентироваться на ток 50 а то и 100 киломпер еще раз подчеркиваю эти УЗИПы дешевле потому что от них не требуется практически никакого гашения дуги сопровождающего тока там сопровождающий ток дает тока генератор химзащиты электрохимической защиты этот ток очень небольшой следующий вопрос если он есть хорошо спасибо Тимур точняет какие нормы и требования к сопротивлению заземляющего устройства молниезащиты еще раз Тимур точняет какие нормы и требования к сопротивлению заземляющего устройства молниезащиты извиняется возможно часть пропустил вебинара но попросил уточнить но дело это очень простое вы понимаете в тех нормативных документах которые есть в России нет вообще я имею ввиду национальных документах нет никаких требований к сопротивлению заземления почему я вам объясню значит стандарт МЭКа 62305 стандарт МЭКа 62305 относится только к обычным сооружениям никакие взрывоопасные объекты под стандарт 62305 не попадают поэтому те нормы на сопротивление заземления которые там есть они зависят от удельного сопротивления грунта там есть такой график они не относятся к взрывоопасным объектам сам норматив РД не относится теперь СО-153 наш нормативный документ 2003 года там требований к сопротивлениям заземления вообще нет никаких документ РД 34 требований к сопротивлениям заземления там нет зато есть требования конструкции заземляющих устройств там предлагаются конструкции в виде комбинации стержневых и тросовых молнииотводов причем эти конструкции допускаются использовать в любых грунтах что 100 Омметров что 3000 Омметров все равно конструкция одна и та же а в этом случае их сопротивление заземления отличается в 30-40 раз понимаете то есть иными словами в наших национальных нормативных документах нет никаких требований к молниезащите взрывоопасных объектов нету где они есть я еще раз повторю значит они существуют например в стандарте Газпрома вот в стандарте Газпрома есть требования к сопротивлениям заземления взрывоопасных объектов 10 Ом для первой и второй категории 20 Ом для третьей категории дальше дается упрощение это сопротивление заземления может повышаться вплоть до двукратного в зависимости от удельного сопротивления заземления есть там линейная формула вот это пожалуй единственное на что сегодня можно ссылаться но я еще раз повторю ту вещь которую я уже говорил изменением сопротивления заземления не очень сильно можно изменить пожароопасность объекта она уменьшается несколько за счет того что у вас сокращается длина искровых каналов которые проникают в область где есть чему гореть но это пожалуй все использовать снижение сопротивления заземления для уменьшения пожароопасности это не очень эффективная мера хорошо спасибо коллеги пишите обязательно ваши вопросы в чат даже если мы на часть вопросов не успеем ответить мы их обработаем отправим Эдуарду Милеровичу и затем предоставим ответы либо отправляйте на почту я также отправил в чат еще есть пока есть время еще минут пять следующий вопрос насколько принципиально чтобы тока отвода были с разных сторон здания ну или сооружения спасибо я могу сказать вот если говорить об электромагнитных наводках а нам приходится сегодня говорить об электромагнитных наводках вот по какой причине потому что электромагнитная наводка это вещь которая вызовет искрение во внутреннем объеме может вернее вызвать искрение во внутреннем объеме здания если там взрывоопасная обстановка у вас есть какой-то контур в этом контуре возникает ЭДС магнитной индукции и если там есть разрыв там происходит искра вот эта искра стопроцентно подожжет то что там есть вот с этих позиций важно чтобы у вас такоотводы располагались равномерно по длине здания почему да очень простое дело дайте мне две ручки ручку вторую вот смотрите вот у меня есть два такоотвода сейчас меня вот вот два такоотвода по одному течет ток и по другому течет ток магнитные потоки от этих двух такоотводов здесь во внутреннем объеме направлены в противоположные стороны и в результате этого дела суммарный магнитный поток снижается и если у вас такоотводов будет много и они будут более или менее равномерно идти по периметру внешней длины здания у вас электромагнитная обстановка ослабится в очень сильной степени поэтому желательно чтобы такоотводы шли более или менее равномерно более или менее вот какой ответ спасибо так есть еще вопрос да есть буквально давайте 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 Денис уточняет правильно ли я понимаю что плоские кровли защищаем сеткой ну по сути только для видимости и обязательно комбинируем данную защиту со стержневыми молниеприемниками молниеприемниками а лучше тросовыми правильно вы говорите у сетки есть вот одна вещь за которую я ее бы оставил ну во первых так нечего без толку воевать с гостехнадзором лучше как говорится положить сетку и все в чем ее плюс от молнии она не защищает но что она делает она удар ток удара молнии более или менее равномерно распределяет между токоотводами вот я вам говорил что токоотвода надо более или менее равномерно по периметру здания поставить но надо еще и равномерно распределить ток по этим токоотводам так вот если у вас сетка есть то благодаря этой сетке будет ток более или менее равномерно распределяться. И из-за этого, а также из-за гостехнадзора, я бы сетку оставил обязательно. Но если у вас, вам надо защищать кровлю, потому что она требует защиты. Сама вот это покрытие, оно дорогое, оно горючее, оно выполняет какие-то технологические функции, то, конечно, надо ставить так отводы. И так поступает в очень многих местах. Вот на одном из прошлых вебинаров я вам показывал фотографии, которые я сам сделал на крыше здания промышленного, здания цеха в Германии. Вот там эти так отводы высотой примерно по 3 метра стоят шагом метров 5 по всему периметру здания и обеспечивают надежную защиту этого самого здания и заодно машин климат-контроля, которые стоят на крыше этого здания. Вот в этом случае, конечно, они перспективны, а из-за того, что они имеют небольшую высоту и соединяются только при помощи болтовых соединений, там никакой сварки нет, по мнению. Монтаж и демонтаж этих тк-отводов – это дело буквально 5 минут на тк-отвод. Но, ей-богу, на этом экономить не стоит. Смыслу просто нет. Есть еще? Давайте. Да, еще несколько слушателей, там один и тот же вопрос задали. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу активной молниезащиты, активных молниеприемников. Что вы по этому поводу думаете? Мы очень много об этом говорили. У нас был целый вебинар по поводу этой самой молниезащиты. Отношение к ней следующее. Ни у одного человека, который серьезно занимается физикой молнии и молниезащитой, нет ни одного аргумента в пользу активных молниеприемов. Ни одного. Аргумента против, сколько угодно. И самый главный аргумент, который я могу вам привести, он вот какой. В университете Нью-Мехико в Соединенных Штатах поставили шесть активных молниотводов и шесть обычных молниотводов той же высоты на трехкилометровой горе Споловской вершины. Ну, столовая гора, так называемая. И наблюдали за ними два года. В результате в молниотводы попало 13 ударов молнии. Все 13 в обычные молниотводы. Активный молниотвод не принял на себя ни один удар. Этот отчет Мура и Лизана специалистов из университета Нью-Мехико вызвал некоторое недоумение даже у специалистов, пока эти недоумения не рассеялись в последние годы. Рассеялись благодаря нашим отечественным экспериментам. Отечественные эксперименты показали, что ничего другого быть не должно. Так называемые активные молниотводы имеют пониженную эффективность притяжения молний. Ставить их категорически не следует. Категорически. Окей. Вот все, я ответил. Ну, давайте еще один последний вопрос. Остальные вопросы мы разберем уже тоже, если они останутся. Каковы оптимальные пропорции между высотой объекта и высотой молнии приемника? Есть ли такие? Еще раз. Еще раз. Каковы оптимальные пропорции между высотой объекта и высотой молнии приемника? И есть ли такие пропорции? Вообще говоря, такие пропорции есть. Потому что в наших отечественных нормах молниотвод должен иметь минимальное превышение над защищаемым объектом. Так, высота которого у нас в России нормирована. Это есть в зонах защиты, которые фигурируют, например, в нормативном документе СО-153 2003 года выпуска. Там речь идет о том, что молниотвод для того, чтобы обеспечить надежную, хорошую, более или менее терпимую надежность защиты, скажем, на уровне хотя бы одной девятки, должен превышать объект примерно на 15% его высоты. Но относятся эти цифры только к отдельности, извините, к одиночным и двойным молниотводам. Если у вас система молниотводов многократная, вот о которой мы только что говорили, когда молниотводов там стоит десяток штук по периметру здания, то эти требования начинают резко снижаться. И здесь о минимальной превышении молниотводов над объектом говорить нельзя конкретно, потому что нужно принимать во внимание, во-первых, число молниотводов, во-вторых, шаг их расстановки, и в-третьих, площадь поверхности на кровле, которую они должны защищать. Для этой цели существует только программное обеспечение. Ответил. Спасибо. Коллеги, спасибо за участие в вебинаре, спасибо за вашу... Есть еще-то вопросы или нет? Вопросы есть, но, боюсь, мы сейчас уже ограничены по времени, и остальные вопросы я предлагаю разобрать уже в письменном виде. Ладно, тогда, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Вот, что мне хочется вам сказать на прощание. Вот на следующем вебинаре мы должны говорить о будущем молниезащиты. И все надеются, что это будут какие-то очень радужные представления. Из-за того, что я человек не слишком молодой, вернее, совсем не молодой, у меня есть достаточно скептическое отношение к тому, как должна развиваться молниезащита. И вот то, что я буду говорить на следующем вебинаре, я прошу иметь в виду, это будет мое личное мнение, с которым вы можете в полнении соглашаться. Пожалуйста, относитесь критически к тем словам, которые я буду говорить. Еще раз большое спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...